Здравствуйте дорогие друзья! Я вас всех рад приветствовать на своем канале. И сейчас у нас идет тренд в интернете на игрушку под названием Kim Dooms. В этом видео мы с вами будем играть в эту замечательную игру, которую создал один единственный человек. Я немного поиграл в не видео, понял, что совершил несколько ошибок и сейчас собираюсь их исправить. Итак, у нас предлагается выбрать режим игры. Чем знаменитая и замечательная эта игра? Не только потому, что ее пишет один единственный гражданин, а тем, что здесь можно создать полностью все с нуля. Вы высаживаетесь на необитаемом острове и можете сделать свою деревню, в которой можете стать либо суперассасином-бандитом, либо королем этой деревни. Потом также устраивать войны с другими деревнями, королевствами и все так далее. Но правда войн пока нету, разработчик обещает ввести их в дальнейшем. В игру все оказалось сложнее, чем он предполагал. Есть два режима игры. Это пустой остров, где вы с поселенцами выселяетесь и ищете спасение. Видите, что он пустой. Начинаете предпринимать какие-то действия по выживанию и создаете свою колонию. Или когда уже населенный остров, есть какие-то колонии, есть какие-то города и вы начинаете развитие. Мы, естественно, начнем с пустого острова и будем развиваться. Назовем наш мир Арканум. Кто меня смотрит, думаю, все поймут. Длительность суток сделаем с вами 30 минут. Все остальное оставляем. Дополнительные параметры. Здесь вы можете поставить скорость развития своего. Можно поставить на максимум, и это будет супер читерство. Но мы ничего здесь менять, естественно, не будем. Мы оставим как есть. НПС на карте мы с вами поставим 2000. Так будет интереснее играть. 2004. Новые поселенцы прибывают каждые 5 часов. Этот параметр оставляем. Скорость строительства. Тут я поставлю Х2, потому что Х1 это будет очень долго, и поэтому Х2 нормально. Радиус атаки бандитов, фермы. Все это оставляем. Вот где написано, искусственный интеллект не строит стены, не строит дороги. Это тоже оставляем так, потому что наши поселенцы будут создавать все сами. Итак, давайте я вам немножко скажу имя персонажа Акамарачи. Как же без Акамарачи? Мы будем играть брутальным мужчиной, только без бороды. Возраст у нас будет маленький, веса у нас будет поменьше. Мускул так, цвет кожи, рост. Все меня, в принципе, устраивает. Надо выбрать обязательно рабочего, потому что он может строить дом, может строить мельницу. Как видите, очень много всего может строить. У вас всего лишь 20 очков опыта. Поэтому обязательно выбирайте этот перк. И начальник. Начальник требует тоже 10 опыта, чтобы его изучить. Изучаем его. И нам нужен еще обязательно ученый. Колодец, центр поселения, доска объявления, общинный дом, ратуша. Это самое необходимое, что нам нужно для поселения. Поэтому, естественно, обязательно надо выучить ученого. Все. Великолепно. Просто замечательно. И вот я не знаю, нам нужно ли выучить дровосека. Где он тут у нас. Сможем ли мы без дровосека. А, лесоруба, точнее, извиняюсь. Можно построить ничего. А, нет. Просто плюс одно брюно с дерева. Рубка вдвое быстрее. Нет, пусть рубка будет медленнее. Но зато мы сможем построить все с вами здания. Все. Создаем новый мир. А, вот, смотрите. 1 и 2, чтобы использовать основное дополнительное оружие. Великолепно. Мир Арканум был сохранен. Отлично. Вот мы плывем с вами на корабле к неизвестному острову. Где будем с нашими новыми, так сказать, друзьями. Хотя они мне не друзья. Они просто авантюристы, которые тоже исследуют местность. И кто-то создает свою колонию. Кто-то будет потом, возможно, со мной воевать. А кто-то будет жить в моей колонии и сражаться под моим началом. А может быть, даже станет моим военачальником или сборщиком налогов. Поэтому эти ребята могут мне послужить очень хорошую службу. Ну, а пока они тоже обычные авантюристы. Такие же, как и мы с вами. Игру, напоминаю, пишет 1 человек. И для 1 человека замечательная просто игрушка получается вообще. В Steam игра стоит 250 рублей. Ссылочку я оставлю в описании. Сейчас мы с вами отправимся на рубку деревьев. Будем рубить деревья. И потом строить колодец, ратушу и все остальное. Почему брать именно очки? Не очки, а точнее перки, которые я вам показал. Все очень просто. Потому что, чтобы выучить какие-то другие перки, вам нужно поговорить с поселенцами, с новыми. Которые выселились, высадились вместе с нами на берег. И они могут вас обучить какому-то искусству. Ну, искусству, то есть, я думаю, вы понимаете, какому могут они обучить искусству. Кто-то мечник может обучить вас мечом сражаться. Кто-то, там, рудокоп может каменному делу обучить. Кто-то еще чему-то может обучить. И все, как бы в таком вот плане. Поэтому с ними нужно разговаривать. Они вас могут обучить. Как всегда, дорогие друзья, первые баги в игре. Игра, конечно, багованная. Говорю вам об этом сразу. Потому что, одному человеку тяжело создавать глобальный проект. Он старается. И, естественно, багов много. Но он старается фиксит. И, естественно, надо его поддерживать в этом. Чтобы он не потерял искру, энтузиазм для развития этого проекта. Игра действительно замечательная. И она стоит своих свеч. Таких игр нет. И аналогов таких вообще в интернете я не наблюдал. Если вы вдруг видели что-то подобное, хотя бы немножечко, с такой идеей. Вот так вот правильнее будет выразиться. Напишите обязательно в комментариях. Как видите, рубка дерева вообще очень медленно идет. Поэтому, когда я сейчас добуду необходимое количество дерева. Мы с вами продолжим и будем строить колодец. Будем строить ратушу и все остальное. И напомню, что персонаж имеет голод. Имеет усталость. И ему нужно спать, отдыхать, кушать. Поэтому за это забывать нельзя. И надо помнить за диких животных. Потому что медведи, волки в этой игре очень опасны. Если волк может убить с 3-4 ударов. Вас медведь может завалить с одного. Если вы его профукаете. Поэтому будьте очень аккуратны. У нас очень быстро с вами стемнело. И всего лишь 32 бревна в интернете. Это, конечно, очень мало. Половина от того, что нам нужно. Поэтому сейчас за короткую ночь, либо длинную ночь, постараюсь добыть еще дерево. Чтобы потом сразу сделать ратушу. И сделать общинный дом. Чтобы к нам прибывали первые поселенцы. И это будет круто. Потому что с них мы сможем брать налог. Рубить, конечно, тоже как бы все. А, не можем взять в руки. То есть, ну да. Ну, есть тут, конечно, баги определенные. Я вот не знаю. Много с чем это связано. Ничего нету. Да, вот видите. Мы не можем. Берем топор. И он не достает топор. А, вот. Достал. Наконец-то. Я же говорю, есть немножечко баги в игре. Но это не критично. В принципе, это можно потерпеть. Еще заметил такую особенность. Если персонаж у нас бодр. Даже при рубке дров. Или при сборе ягод. Он это делает, естественно, быстрее. Вот сейчас, когда на шкала бодрости упадет. Тогда он будет это делать медленнее. Видите, он сразу замедлился. Все. У него как бы нету сил. Ему надо дать отдохнуть. То есть, видите. Он прям медленно. И он потом еще медленнее и медленнее будет. О, поселенцы наши прибывают. Отлично. Это хорошо. У поселенцев. То есть, это понимание, что на остров прибывают. А не к нам. К нам они будут прибывать позже. Давайте возьмем факел. Или мы не можем взять факел пока что. Наверное, нужно его так вот назначить на клавишу. Да? Да. Возьмем факел. Бодрость тратить не будем. Еще хотелось бы сказать, что игра очень классно погружает в атмосферу свою. Такая вот музыка приятная. Звуки, знаете, вот тоже проработаны хорошо. Интересно играть. Атмосферно сделано качественно. И когда играешь, погружаешься в эту атмосферу. О, он даже одной рукой может рубить. Вообще крутяк. Тогда хотя бы можно будет присветить это делать. Обязательно нужно слушать звуки, которые рядом с вами могут быть. Либо волки завыли, может быть что-то шуршит, кто-то пробежал. Это может пробежать кабан, может лошадь. Но иногда может и медведь. И вот тогда вам нужно бежать без оглядки. Медведь убивает на раз-два персонажа без брони. Если вам повезет, умрете с двух ударов. Если не повезет, умрете с одного. Но здесь, а медведь ошибок не прощает. Ночь. Великолепная музыка. Звуки топора, вгрызавшуюся в дерево. Просто великолепно. Что может быть лучше ночной рубки деревьев? А потом разрубывание этого огромного полена на бревна, чтобы построить новую деревню для пребывания там поселенцев. Лучше и не скажешь. Просто великолепно. Я уже добыл необходимое количество бревен. И можно уже начинать строительство колодца, ратуши и всего остального. Но так как еще пока ночь, и голод и бодрость позволяют, я решил сделать еще немножечко заготовок в плане бревен. Я думаю, лишними они не будут. Потому что при общении с поселенцами, когда они будут приходить, они захотят в нашей деревне что-то построить. И им, естественно, нужно будет выполнять квест, давать бревно. А это будет повышать наши с ними взаимоотношения. Будет повышаться наша дружба с этими людьми. Это нам будет только на руку и только в плюс. Поэтому я рублю дрова и собираюсь их рубить до утра. Когда будет утро, естественно, мы с вами выберем место, плоскостное, равнину какую-нибудь красивую, где будем уже строить поселение. Это я вам обязательно покажу. И в этой серии мы уже построим все необходимые здания, которые нам нужны. И наше поселение будет основано. Хочу напомнить, что наше поселение, если мы успеем, оно будет самое первое на этом континенте. Потому что больше еще пока никто ничего не построил. Есть неизвестная локация и руины. Но чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее мы построим, тем лучше. Потому что первое поселение это, как всегда, слава. Это, как всегда, новые люди. Все будут идти к нам в первую очередь. Внежели другие поселения. И пока, естественно, не будет конкуренции. А конкуренция будет большая, я вас уверяю. Наконец-таки начинает цветать, дорогие друзья. Ночь продолжалась длительное время. Смотрите, лошадь. А, мы ее не сможем, да, никак. Надо ее впоймать. Это стой ты, зараза. Ладно. Пофиг на нее. Надо пройти куда-то дальше. На берегу строить свою деревню не очень хочется. О, это у нас баран. Да, мы можем его завалить. Я не знаю, получится ли у нас его завалить ножом. А, он вообще убегает, да? Мечом, точнее. Это меч у нас, не нож. Сомневаюсь, что у нас его получится. А, мы до него даже не достаем. По заднице ему, на! На! Ай, короче, не получается. Ну и ладно, не получается. И бог с ним. Не страшно. Вот тут вот неплохое место. По-моему, даже отличное. Гляньте, какое плоскогорье. Но, правда, очень много камня. Давайте, наверное, здесь и построим нашу первую деревню. Вот здесь и будет у нас центр. Гляньте, да? Ну, прямо вот мне нравится. Сейчас построим колодец. Строительство. Колодец. Построить. Вот колодец где-то будет у нас вот тут. Название селения. Селение у нас будет называться Курск. Курск. Пришло в голову название города. Давайте так его и назовем. Так, давайте. Теперь нам нужно настроить. Курск. Открыто. Поселение. Сборщик налогов может собирать деньги дважды в месяц. Нет, бунт нам не нужно. Только глава может строить здесь дома. Это тоже нам не нужно. Пусть люди тоже строят. Финансы. Налог. От всех денег. Так, селение. Мы поставим налог для начала 10% с людей. Пусть они думают, что у нас мало налогов берут. А потом, когда у нас будет хорошее, такое большое поселение, естественно, мы поставим больше. Законы. Ну, законы все. Армия у нас тоже как бы пока не очень. И нам нужно выбрать свой герб. Так. Свой герб. А, я не дописал буковку К. У нас курс будет называться поселение. Курс. Что-то я невнимательный, ребята. Я уже, походу, хочу спать. У меня уже поздновато. А я еще сегодня после работы. Поэтому, sorry, если немножечко потупило. Давайте выберем с вами флаг. Герб. Думаю, вот такой вот герб будет как раз кстати. Так. Великолепно. Так. Селение. Все четко. Опа. Курск. Курск с названием Курс. С недописанной буквой К. Пойдет. С пивком. Теперь нам нужна доска. Нужна. Нужна. Доска. Доска это центр нашего поселения. И почему-то мы ее нигде не можем установить. А, как так? Бам-бам-бам-бам-бам-бам. О! Опля. Уверены, что хотите? Конечно, уверены. Замечательно. И музычка сразу бодренькая такая становится. Так. Общинный дом. Смотрите, сколько у нас бревен. Великолепно. Общинный дом и ратушу. Я думаю, надо построить сначала ратушу. Потому что это резиденция нашего будет поселения. Давайте мы ее где-то разместим. Это будет центр доска. Ратушу здесь. Вы уверены? Конечно, я уверен. Еще и спрашивают меня. Так. Е. Ох, как строительство у нас быстро идет. Сижу я такой с зажатой кнопочкой Е. И играет бодренькая на ирландский или французский мотив мелодия. Такой думаю. Прикольно. Прикольно. Я специально оставил одно бревно для интриги строительства. Теперь возведем с вами общинный дом. Общинный дом будет находиться где-то вот. Я вот хочу вот здесь его построить. Прямо чувствует мое естество, что надо его строить здесь. Поэтому мы с вами будем его воздвигать тут. Не понял. А почему мы не можем его воздвигнуть? Объясните. Почему у меня он не включился? Все у нас есть. Дерево у нас есть. Аж 63. Наверное надо достроить ратушу. Я так понимаю. Да? Мы не можем вести две стройки одновременно. Очень интересно. Давайте же это протестируем. А я думал оставлю одно бревнышко. И будет так красиво. Я одно и другое здание построю. Но походу нет. И как выглядит наша ратуша. Смотрите. Это просто бомбезно. Гляньте как раз то естественно. Все в доме. В ратушах в доме проработано. Мы можем заходить. Можем вот здесь вот что-то готовить. Это у нас кухня. То есть управлять отсюда налогами. Еще здесь есть воры. Они могут воровать у нас сундука. То есть все очень круто. Ладно. Теперь. Я так понимаю. Мы сможем воздвигнуть общинный дом. Давайте посмотрим. Да. Моя теория была верна. Теория того. Что мы можем вести только одну стройку. Давайте. Чтобы сэкономить место. Мы будем воздвигать. Вот как-то близко. К ратуши. Прям. Не прям сильно. Ну вот да. Вот так. Хотите построить. Да. Потому что я думаю. Место нам еще понадобится. А сейчас. Великолепный монтаж. И. Общинный дом стоит. Обожаю монтаж. Классная штука. В общинном доме тоже можно зайти. Посмотреть. Что здесь у нас есть. Можно опять что-то создать. Это все мы посмотрим в другом видео. А на этом наша первая серия подходит к концу. Дорогие друзья. Мы с вами высадились на остров. Сделали первые шаги. Построили ратушу. Добыли дерево. И построили общинный дом. Вот наша доска объявлений. У нас курс. Поселенцы. Один у нас. Никто не оставил объявления. Ратушу для управления сиренем. Или поговорите с вашими поселенцами. Например. О налогах. Пока что у нас. Не счастливое написано. Почему? Процветание. Нищета. Дома не достроены. Ноль. Дома достроены. Два. Не знаю почему. Нищета. Странно. Потому что налог я 10% поставил. Только поэтому. Давайте поставим ноль тогда. И посмотрим будут ли люди к нам пребывать. Очень несчастливы. Странно. Я поставил ноль. И они стали еще несчастливее чем были. Короче. 10% оставляем. Все. Оставляем так. Пусть будет так. Посмотрим. Смогут ли прийти новые поселенцы. Или не смогут. Курс. Наша деревня. Курс. Наша колония. Обосновалась на этом континенте. И. Она просто поработит его. Уничтожая все на своем пути. А с вами был канал Акомарачи. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментируйте эту замечательную игру. И будьте со мной. И с моим каналом. Подписчиками. Потому что в дальнейшем будет много интересного. Мы же все таки должны захватить этот континент. Субтитры сделал DimaTorzok